Мне сегодня пришлось разговаривать с одной женщиной, которая была очень расстроена тем, что ее коллега уволилась из компании и при этом, уходя, удалила какие-то файлы, отменила какие-то задачи, в общем, фактически подставила компанию. И что получается, что она уволилась из компании именно потому, что она считает, что компания должна загнуться, как она говорит, что компания погибнет, и при этом, увольняясь из компании, она еще и сделала все так, чтобы это произошло как можно быстрее. Вот что бывает? Бывает так, что вы имеете дело с каким-то человеком, который в действительности не заинтересован в вашем успехе. Вы смотрите на него, и вам трудно поверить в то, что он не хочет, чтобы вы победили, но понаблюдайте, что человек о вас говорит, как он проявляется, как он оценивает ваши поступки. Вот бывают такие люди, которые реально хотят умереть и хотят, чтобы вместе с ними умер кто-нибудь еще, и желательно побольше. Поэтому просто смотрите, не верьте вашей прошлой памяти. Бывает такое, что человек в прошлом совершал очень много хороших вещей для вас, но ситуация изменилась, и сегодня он стал предателем. А бывает так, что кто-то вас предал когда-то, а сегодня он может стать вашим лучшим другом. Поэтому очень важно находиться в настоящем моменте. Да, прошлое было, оно было у каждого из нас, в этом прошлом что-то было, и вы изменить это прошлое не можете. Но настоящее есть настоящее. Вы можете брать из прошлого какие-то данные, какие-то сведения, но не позволяйте прошлому останавливать вас. Не позволяйте этому быть, хорошо?